Конец 1970-х Подобную которой общество не видело уже более 40 лет Инфляция – настоящая проблема С начала 2021 года инфляция неуклонно растет по всему миру Инфляция может быть намного более долговременной, чем считают некоторые центральные банки Мы являемся свидетелями ряда новых тенденций, которые редко наблюдались в прошлом Причина этого? Опасения по поводу смертельного коронавируса растут Пандемия породила ряд весьма необычных экономических условий Высокая инфляция вредит здоровью экономики Если ситуация продлится, это повлияет на фондовый рынок Это повлияет на потребителей Это сильно повлияет на экономику Если инфляция продолжит расти, какое влияние это окажет на фондовый рынок и на ваше благосостояние? Когда COVID-19 привел к локдаунам по всему миру, рынки резко обвалились Оставайтесь дома Оставайтесь дома, избегайте контакта с людьми Не выезжайте за границу Это можно охарактеризовать как панику среди инвесторов Которые избавляются от всевозможных рисковых активов, в том числе акций Посмотрите на эти цифры Нас ждет экономический шок непостижимого масштаба Страх перед COVID-19 охватил страну Почти каждый день мы видели довольно сильное падение Пандемия нарушила глобальные цепочки поставок Производственные линии остановились Остановились отгрузки и авиаперевозки Думаю, многие думали, что это может послужить началом рынка медведей Но через пять недель произошло нечто экстраординарное S&P 500, в корзину которого включены акции 500 крупнейших компаний Америки Резко обвалился в марте 2020 года Но вскоре воспрянул И за последующие 18 месяцев его стоимость удвоилась Было ощущение, что S&P не обращал внимания На последствия коронавируса или не слишком учитывал их И все вернулось на круги своя Из-за локдауна люди тратили меньше, чем до пандемии В то же время правительства шли на беспрецедентные шаги по стимуляции экономики Самая большая экономическая помощь Крупнейшая экстренная помощь Меркель согласовала пакет мер по стимуляции экономики Впервые в истории нашей страны Государство будет помогать выплачивать зарплаты Только в США правительство выделило более 4 триллионов долларов на стимуляцию экономики Конгресс использовал подход, направленный на поддержку доходов американских семей по всей стране Идея заключалась в том, что при массовом сокращении рабочих мест Ключевым намерением было поддержать доход Все эти бюджетные стимулы действительно увеличили потребительские расходы Центральные банки снижали процентные ставки Стоимость займа была низкая И валютное стимулирование, то есть на деле вливание денег в экономику Большая часть которых попадала на рынки Делалась, чтобы попытаться избежать крупного краха У Джона Кью есть небольшая заначка Его практичный нрав подсказывает ему Она должна работать на него, а не пылиться В мире низких процентных ставок потребители ищут, где получить более высокий возврат на капитал Что делать с деньгами? Стоит ли держать их в банке? Если вы избавились от активов из-за нестабильности рынка Вы получите лишь небольшую прибыль, держа их на сберегательном счете Они так или иначе попадут на фондовый рынок Но из-за пандемии снизились поставки товаров А с тех пор, как рынки оживились, поставка играет догонялки с новыми запросами и спросом Это привело к быстрому росту инфляции Мы стали свидетелями того, как сильно выросли цены на такие транспортные средства, как автомобили То есть увидели инфляцию в этой сфере Это значит, что на ваш доллар, фунт или иену завтра вы сможете купить меньше, чем сегодня Эти линии отображают цену двух самых популярных нефтяных акций West Texas Intermediate и Brent Crude После падения до исторических минимумов в апреле 2020 года Цены на оба вида нефти резко восстановились Поставка нефти так и не вернулась в норму И со стороны ОПЕК, и со стороны США мы видим сдержанность в вопросе добычи нефти Цены на сырую нефть и природный газ сильно выросли В этом году руководители ряда центробанков с осторожностью говорили, что инфляция это... Вещь временная Мы думаем, что это временно Правильно делают, что пытаются развеять страхи Психология тоже играет роль во всем этом Не знаю, зачем я тебе это говорю Психоаналитик тут ты, а я стоматолог Если потребители опасаются долгосрочных повышенных темпов инфляции Вскоре это может стать самореализующимся прогнозом Разве это честно, доктор? Скажите честно, что вы думаете? Так как они быстро тратят, чтобы избежать повышения цен Таким образом, мы находимся в ситуации так называемой ценовой спирали И по сути это грозит безудержной инфляцией Но сейчас мы не думаем об инфляции До сих пор центральные банки контролировали инфляцию за счет повышения процентных ставок Из-за чего займ становился дороже Что по-настоящему страшно, так это гиперинфляция Примеров которой полным-полно в прошлом В этих случаях валюта обесценивалась Никто не говорит, что экономикам крупных стран грозит гиперинфляция Но любой период повышенной инфляции не может не повлиять на фондовый рынок Исторически сложилось так, что инфляция – это плохие новости для акций компаний Взглянем на индекс Доу Джонса Он охватывает 30 самых успешных компаний США Красная линия показывает его динамику за последние 14 лет В период с 2007 по 2011 год, когда уровень инфляции в США, обозначенный синей линией, поднялся более чем на 3%, индекс отреагировал негативно Сначала в 2008 году из-за инфляции, вызванной кризисом субстандартной ипотеки, Доу Джонс потерял почти половину своей стоимости И потом снова в 2011 году рост инфляции повлек за собой уменьшение индексного значения В периоды высокой инфляции рынки нестабильны и инвестировать намного сложнее Как правило, стоимость некоторых акций в периоды высокой инфляции выше среднего Дюкский университет в Северной Каролине недавно опубликовал статью об исторической доходности различных секторов акций в США за последние 95 лет В периоды, когда инфляция превысила 5% Исследователи рассмотрели 8 периодов устойчивой инфляции С 1926 по 2020 год Когда устоявшиеся модели спроса и предложения были потрясены мировой войной Мы полны решимости остаться свободными, во что бы то ни стало Нефтяными эмбарго, запасы нефти на исходе, революциями и экономическими подъемами Активно разрабатывается законодательство, нацеленное оздоровить экономику США Конечно, исторические тенденции не являются гарантией будущего Но исследователи обнаружили, что во всех секторах акций энергетические компании имели наилучшую положительную годовую доходность Компании, производящие газ, нефть, возобновляемую энергию, будут процветать в периоды инфляции Но это потому, что инфляция вызвана ростом цен на энергоносители Сырьевые товары, например, кукуруза, пшеница, фрукты или домашний скот Также исторически удерживали или повышали свой курс акций Так происходит и сегодня С января 2021 года три самых популярных сырьевых товара резко выросли в цене Исследователи Дюкского университета обнаружили, что в периоды высокой инфляции доходность инвестиций в товары в среднем составляет 14% Исторически сложилось так, что судьбу банковских акций трудно предсказать в периоды высокой инфляции Со скольки хотите начинать? 5 шиллингов, отлично! Когда возникает инфляция, центральные банки ожидают повышения процентных ставок В теории, банки должны извлекать из этого выгоду Потому что повышение процентной ставки делает суду более прибыльной Что ж, думаю, мы дадим вам этот заем Нужна ли банку гарантия? Нет, не думаю Однако инфляционное давление может быть сигналом того, что экономика в трудном положении И возникли идеальные условия для дефолта по долгу Как здорово! Банки очень тесно зависят от этого экономического цикла Так что они могут на самом деле сильно пострадать от такого рода рецессии Которая может последовать за всплеском инфляции Есть и менее привлекательные проверенные временем акции Темпы роста которых обычно стабильны, но не поражают воображение Они известны как стоимостные акции Поскольку инвесторы стали немного больше беспокоиться об экономике и о влиянии, которое на нее оказывает повышенная инфляция Они, возможно, начнут отказываться от более агрессивных пробивных типов акций Например, акций технологических компаний И посмотрят на акции с более устойчивым коэффициентом дивиденда, не идя на большой риск Мы посмотрели на первую тройку акций роста и стоимостных акций И сравнили их индексное значение согласно индексу роста и стоимости S&P Мы изучили взаимосвязь между ценой акции и инфляцией с 2007 года, когда уровень инфляции превысил 2% По мере роста инфляции цена данных акций роста имеет тенденцию снижаться быстрее, чем цена стоимостных акций Акции технологических компаний могут пострадать при более высокой инфляции Хотя бы некоторые Конечно, некоторые из крупных игроков, например, Facebook, Amazon, Netflix и Google Еще не существовало в 1970-х при тогдашней безудержной инфляции Поэтому сложно сказать, какое влияние это окажет на них Вместо того, чтобы сосредоточиться на потенциальном росте в период инфляции Инвесторы смотрят на размер кредитного плеча или долга, имеющегося у конкретной компании или акции В этом отношении обычно выигрывают стоимостные акции Маловероятно, что богатые страны вернутся к двузначной инфляции, как было в конце 1970-х Я хочу откровенно поговорить с вами сегодня вечером о серьезной бытовой проблеме – инфляции Инфляция несколько сбавит овороты, но, скорее всего, останется повышенной по сравнению с тем, как это было до коронавируса Если процентные ставки действительно станут постепенно повышаться, это может стать большим шоком, чем рассчитывали фондовые рынки И это может стать причиной постепенного выхода людей с фондовых рынков Более вероятным сценарием является период так называемой стокфляции Когда инфляция растет одновременно с замедлением экономики Так или иначе, у трейдеров и инвесторов будут возможности извлечь выгоду изменяющегося экономического климата Я Дэвид Джонс, главный рыночный стратег Capital.com Мы написали статью о том, как товары и акции роста и стоимости ведут себя в периоды высокой инфляции Статья доступна на нашем сайте по ссылке Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе новых видео на подобные темы Продолжение следует...